всем привет согласитесь из картошки можно приготовить много разнообразных блюд но как правило в обычной жизни мы либо варим либо жарим но иногда хочется приготовить что-нибудь такое этакое сегодня с вами хочу поделиться очень вкусными и аппетитными картофельными биточками с грибами рецепт очень прост в приготовлении для начала мелко нарезаю репчатый лук далее нарезаю грибы шампиньоны все ингредиенты и количество я пропишу под видео будьте внимательны и готовьте с удовольствием на крупной терке натираю морковь далее на терке натираю предварительно отваренный картофель я его отвариваю в мундиле а затем очищаю на разогретую сковородку наливаю немного растительного масла отправляю сюда репчатый лук и помешивая буду его обжаривать примерно 2-3 минуты как только лук обжарится к луку добавляю тертую морковь овощи перемешаю и обжарю также 2-3 минуты теперь время добавить грибы шампиньоны добавляю грибы все хорошо перемешиваю и обжариваю до слегка золотистого цвета главное здесь чтобы вы увы овощи не пережарили и они у вас не сгорели теперь беру большую миску и начинаю все соединять картофель грибы обжаренные с овощами ароматный укроп одно яйцо черный молотый перец соль я беру адыгейскую она более ароматная и все хорошо перемешиваю чтобы во время приготовления беточки у вас не распались я обязательно добавляю панировочные сухари сухари я никогда не покупаю а готовлю их дома сама теперь все хорошо еще раз перемешаю чтобы масса стала однородная одеваю перчатки и руками формирую беточки делается это проще простого готовые беточки выкладываю на противень а противень застилаю пергаментной бумагой теперь всю эту красоту осталось мне смазать сверху растительным маслом делаю это для того чтобы во время приготовления беточки стали красивыми и румяными и отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов на 25-30 минут но что друзья прошло 30 минут посмотрите какое шикарное и аппетитное блюдо у меня получилось а готовится она очень легко и просто приготовьте вам такие беточки обязательно понравится если вам понравился рецепт приготовления ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное блюдо а также готовьте как я всем пока пока